Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о людях и событиях, достойных особого внимания. Это Вести Хакасия события недели. С вами Марина Конодакова. Регистратор стал веской уликой. Изучив снятое им видео, Следственный комитет возбудил дело на Черногорского автоинспектора, который незаконно применил силу против водителя. Ничто больше не сдерживает возможности Абакана для роста. Новый энергоблок позволит ТЭЦ больше давать электроэнергии и тепла. Под брендом Хакасия власти определяют госзаказ на продукцию местных сельхозпроизводителей и помогут им войти в большую торговлю. Набили шишек на свою голову, за что заготовители орехов могут получить штраф от лесников. Как не допустить дефицит амботных лекарств? Рецепт от Минздрава в интервью гостя нашей программы, помощника министра Михаила Мальгина. Сокровища Аглахты стали более доступны. В заповедной зоне открыт визит-центр, в котором все предусмотрено для комфортного знакомства с древней историей Хакасии. Безобразное поведение автоинспекторов оказалось в центре внимания на этой неделе. В понедельник в интернет-сетях появилось видео, на котором сотрудники ДПС силой вытаскивают водителя из автомобиля, а потом пинают его и валят на землю. Случай произошел в июне, но только сейчас видео стало достоянием общественности. Пострадавший водитель, житель Черногорска Александр Медигалиев сумел восстановить стертую полицейскими запись со своего регистратора и готов дальше защищать свои права. Ну а нам он рассказал о том, что предстоит перенести человеку, если его объявляют преступником. Если бы не принципиальность жителя Черногорска Александра Медигалиева, то все бы сошло полицейским с рук. 30 июня мужчина возвращался с работы домой, когда его остановил патруль ДПС. Двое инспекторов, Толстихин и Пилюгин, проверили документы, но когда решили осмотреть багажник автомобиля, водитель потребовал понятых. Просьба законная, но почему-то сильно возбудившая силовиков. Мужички, я выду. Вы далек на свадьбе, пока не расстреляете, а тут у*****. Почему я просил понятых? Несколько, буквально, уже лет 10 назад произошел такой случай. Человек, ехавший вместе со мной, мы ехали на нескольких автомобилях, открыл багажник именно сотрудникам ГАИ. У него почему-то оказался багажник и нож самодельный. 30 сантиметров длиной. Полтора месяца задержания и больше года судебных тяж. Простите меня, после этого возникает вопрос, есть ли у меня желание открывать багажник сотрудникам или нет. По словам Александра, его заковали в наручники и увезли, не дав забрать из машины ни денег, ни документов, ни телефона. Родные не сразу узнали, что произошло. В ГУВД я полтора часа провел в наручниках, когда составлялся фиктивный протокол. Когда зашла речь на медосвидетельстве, я сказал, что поеду. Меня просто тупо бросили в ВВС. Двое суток я просидел на простой деревянной сканейке. Ни матраса, ничего не предлагали. Мало того, когда родителям сообщили, где я нахожусь, уже после того, как мать позвонила в МВД РХ, то есть в Абакан, в республику, только после этого соизволили позвонить, сказать, где я нахожусь. Автоинспекторы стерли видео с регистратора, однако Александру удалось его восстановить. Изучив улику, следственные органы возбудили уголовное дело на того лейтенанта, который пнул водителя. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении инспектора Дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД МВД России по городу Черногорску. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия. Однако Александр не спешит праздновать победу. Полицейские не только применили к мужчине силу, но и повесили на него два дела – о неподчинении представителям власти и об отказе от медосвидетельствования. По версии силовиков, мужчина был пьян, вел себя неадекватно и даже хватался за оружие полицейских. Суд присудил водителю штраф в 30 тысяч рублей, лишение прав и 15 суток в изоляторе. Сейчас потерпевший пытается оспорить это решение. Я просил приобщить запись регистратора, записи из ГУВД, также пояснял, что идет следствие. Судя на это ответил, это не имеет значения. При допросе понятых, понятые реально, кто в лес, кто продавал, один даже не знает, во что я был одет, а второй прекрасно говорит, что я закатывал глаза, но не помнит, в очках я был или в линзах. У меня плохое зрение, я в линзах. Даже этого не помнит, но о чем говорить. Так что я говорю, правосудие у нас, как и сотрудники милиции, зачастую оказываются отнюдь не теми, кем они являются на самом деле. Считает ли и сейчас полиция, что водитель был пьян и неадекватен, в прислужбе МВД Хакасии комментировать отказались, заявив, что раз суд решил, так оно и было. Пнувший водителя лейтенант Толстихин уволен из органов, а вот его напарник Пелюгин получил строгий выговор и продолжает службу в рядах МВД. И пока есть такие автоинспекторы, водителям ничего не остается, как обязательно иметь регистратор в салоне. Порой только так можно защитить себя от произвола людей в погонах. Что ж, будем надеяться, что огласка этого случая заставит, во-первых, суды более ответственно подходить к делам о нарушениях на дороге, во-вторых, автоинспекторов вести себя в рамках приличия и служебного регламента. А водителям хотим напомнить, вы имеете право требовать понятых при осмотре багажника и тем более салона автомобиля. Правило действует независимо от того, действует план перехват или инспектор просто остановил вас на дороге. Во вторник на Абаканской ТЭЦ был запущен в работу новый энергоблок. В сфере энергетики это, безусловно, событие года. Теперь решен вопрос энергобезопасности республики, а Абакан получил возможность для дальнейшего роста. Мощность ТЭЦ увеличилась, и она без проблем сможет обеспечивать теплом и светом десятки новых многоэтажек. Власти задумываются даже о том, чтобы тепло Абаканской станции пришло и в Черногорск. На запуске блока побывал Виктор Лушников. Масштабы нового сооружения впечатляют. Самая верхняя площадка в турбинном цехе расположена на уровне 12-этажного дома. Корпус нового энергоблока Абаканская ТЭЦ буквально нашпигован самым современным оборудованием. Человеческий фактор минимизирован, поэтому энергоблок сможет обходиться без серьезного ремонта дольше, чем существующие котлы и турбины станции. Здание должно выдержать землетрясение в 7 баллов. Раньше требования по сейсмике были менее жесткими, поэтому под энергоблок возвели отдельный корпус. Продолжать здание, имеющееся из-за новых требований по сейсмике, было невозможно. Поэтому было принято решение в отдельном здании. Четвертый энергоблок дает солидную прибавку Абаканская ТЭЦ по теплу и электроэнергии. Примерно треть от нынешней выработки теплоэлектроцентрали. Город может и дальше интенсивно строиться, развиваться. Проблем с подключением к электроэнергии абсолютно никакой не будет. В частности, тепла от энергоблока хватит на отопление не только нового района Арбан, но и других микрорайонов, которые пока только обозначены на архитектурном плане города. Котел способен отапливать 100 многоэтажек. А вот электроэнергия, которой многовато для Абакана, уже сейчас уходит в единую энергосистему Сибири. Строили новый объект десятки подрядных организаций. Освоено 11 миллиардов рублей. Но представители инвестора сибирской генерирующей компании заявляют, что тарифы на тепло повышать не планируют. Более того, если лишнее тепло удастся доставить черногорцам, то и они станут платить за отопление меньше. У нас в Абакане тарифы-то очень низкие на самом деле. Если будет принято решение, и мы сможем реализовать инвестиционный проект, о котором мы говорим и который считаем уже несколько лет, и сможем выйти в Черногорск, то для жителей Черногорска это может означать снижение тарифов. Проект теплотрассы от Абаканской ТЭС до Черногорска разрабатывается в рамках агломерации. Приблизительная его стоимость – полтора миллиарда рублей. Но пока не определен инвестор, говорить о строительстве рано. Виктор Лужников, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Случай из разряда «Не может быть» произошел в Аскизском районе. Беременная женщина пошла в тайгу собирать ягоды и родила там. Новоиспеченная мать находилась на шестом месяце, но это не помешало ей отправиться в глухую тайгу в районе Балыксы. Смелости женщины можно только удивляться. Не каждый мужчина сможет преодолеть такой путь. Но свою выносливость героиня истории переоценила. По пути у нее начались схватки. К счастью, ее спутникам удалось поймать сотовую связь и дозвониться до Большой Земли. Пока спасатели из Абакана и Аскиза прибыли на место, женщина в палатке родила дочку. Для ее транспортировки был вызван вертолет, который доставил мать с ребенком в ближайшую больницу. Она оказалась в Новокузнецке. Эта операция надолго запомнится нашим спасателям. Первый раз у нас такое. Ну, как-то понятно, когда в избушке что-то происходит. То есть там доехали на машине в тайге, в избушке. А тут в гору не все мужики заходят туда. А тут на шестом месяце беременности пойти за черникой, для меня это как бы непонятно. А вот как спасти ситуацию с обеспечением льготников бесплатными лекарствами? Над этим сейчас работают в Минздраве Хакасии. У ведомства есть свой вариант решения проблемы. И о нем вам рассказал гость студии, помощник министра здравоохранения Михаил Мальгин. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Добрый день. Больную тему сегодня обсуждаем. Вот расскажите, пожалуйста, какова на сегодня ситуация по обеспечению льготников лекарствами? Начну с того, что у нас на сегодняшний день в Республике Хакасия чуть более 69 тысяч льготополучателей, часть которых это региональные льготники, часть федеральные. Федеральные льготники у нас 11 с небольшим тысяч, и 58 с почти 59 тысяч – это региональные льготники, то есть те, кто пользуется региональной льготой. На сегодняшний день я взял данные по количеству отпущенных рецептов. По региональной льготе у нас на сегодняшний день отпущено более 127 тысяч рецептов, то есть это 127 тысяч рецептов от аварина получено лекарства. И по федеральной льготе у нас таких рецептов было отпущено 58 тысяч. Ну и какой выход вы предлагаете из ситуации, чтобы не повторился дефицит уже в 2015 году? Проблема существует не первый год, она наблюдается в течение последних пяти лет, в основном связана с тем, что у нас идет дисбаланс между федеральными и региональными льготами. То есть позволяет федеральное законодательство человеку одну льготу монетизировать, то есть получать в виде денег вторую, воспользоваться второй льготой, воспользоваться для получения лекарственных средств. Значит, у нас на сегодняшний день количество отказников, так называемых, от федеральной льготы составляет более 72%. Это достаточно много. Это говорит о чем? Что мы на сегодняшний день более чем около почти 200 миллионов рублей в год недополучаем из федерального бюджета для того, чтобы мы могли бы закупить лекарства и отпустить льготникам. Мы предлагаем, и не только мы, и федеральное правительство, у каждого льготника федерального есть право. Каждый год подтвердить это право до 1 октября. Он может ли воспользоваться натуральными льготами, либо монетизировать. То есть по умолчанию, если человек не писал отказ от натуральной льготы, за ним это право остается. Если он на сегодняшний день, я уже назвал цифру более 72%, это те, кто написали заявление об отказе от натуральной льготы, они должны вернуться на федеральную льготу. Потому что если мы доведем даже число отказников до 50%, это нам позволит получить дополнительно уже на следующий год более 100 миллионов рублей федеральных средств, которые смогут сбалансировать эту ситуацию. Вы призываете людей пользоваться федеральной льготой, а это им выгодно? Люди считают так, что 671 рубль, который они получат в деньгах, он решит их все проблемы. Но когда человек начинает болеть, и мы говорим, на 671 рубль вы можете приобрести сами себе лекарства, реальный рецепт сегодняшний в республике Хакасия стоит не менее полутора тысяч рублей. А страховой принцип, то есть если человек бы оставил за собой натуральную льготу, то есть получение лекарств, у нас есть рецепты, которые стоят 50, 60, 70 тысяч в месяц. Поэтому никогда за счет своих средств, если человек монетизировал свою льготу, он не сможет приобрести такие препараты. Михаил Григорьевич, а как вот такую проблему дефицита льготных лекарств решают в других регионах? Уже не первые, кто с этим столкнулся. Значит, в других регионах решают несколькими путями. Ну, я могу привести по примеру Красноярского края, ближайших наших соседей. Значит, ну, во-первых, в региональной льгота там ограничивается перечнем лекарственных средств, на которые может рассчитывать льготник. В частности, красноярцы, наши соседи, они региональный список ограничили минимальным количеством препаратов, которые можно получить по региональной льготе. То есть, они тем самым говорят льготникам, если вы на федеральный, то это широкий список. Если вы уходите на региональную льготу, то он ограничится очень маленьким списком препаратов. На сегодняшний день наш региональный список превышает федеральный. Я правильно вас поняла, что Минздрав рассматривает возможность сужения вот этого списка льготных лекарств из республиканского бюджета? Ну, это не наша самая главная задача. Наша задача, во-первых, льготников обеспечить, потому что все-таки это социальная гарантия инвалидам, страдающим тяжелыми заболеваниями, это не сама цель наша. Наша цель урегулировать финансовые потоки. Ну, первое, призвать наших пациентов, чтобы они вернулись на федеральную льготу, чтобы мы через это могли получить дополнительные средства из федерального бюджета. А 100 миллионов – это очень большая сумма для нас, очень приличная сумма. Ну что ж, будем надеяться, что жители Хакасии услышат ваш призыв и проблема будет решена. В 2015 году мы уже с этим не столкнемся. Я благодарю вас за интервью. Спасибо, всего доброго. В эфире «Вести Хакасия», события недели. Мы продолжаем. Республиканские власти озаботились тем, чтобы хакасские сельхозпроизводители получили больший доступ в торговые сети. Сейчас из местных продуктов в супермаркетах в основном продают хлеб, молочные изделия и мясо с колбасой. Хотя ассортимент мог бы быть большим. Что для этого нужно и готовы ли торговые сети, а главное сами фермеры, к тесному сотрудничеству, обсудили в правительстве. Огромные гипермаркеты пленяют обилием товаров и продуктов, но, как правило, все это привозное. В аллее можно встретить абаканскую форель, бородинское и сайногорское молоко, мясо из села Московска, колбасу мавра. Не так много хакасских продуктов и в поляне. Представители торговых сетей оправдываются – в этом нет их вины. Это фермеры не умеют работать с ними. Нам самим очень нужна местная продукция. Как осень и зима у нас есть эта продукция, весна и лето этой продукции практически нет. И мы вынуждены работать с перекупщиками, которые везут из-за границы, закупают в других регионах. И, собственно говоря, мы тоже теряем и наценку, и доход, и нам самим это тоже не выгодно. Самый большой провал по поставкам овощей и плодов. Не в сезон мы покупаем израильскую редиску, узбекский лук, китайский чеснок и непонятно чью капусту. Хотя все это успешно растет на нашей земле. Но фермерам заниматься этим невыгодно, так как пока большие объемы негде хранить. Власти несколько лет назад обещали построить овощехранилище. Однако проект так и остался на бумаге. Так что производители вынуждены продавать выращенное в тот же Красноярск, который потом успешно продает наш же картофель и морковь, но под своей маркой. Вырастить-то мы вырастим. Мы в том году много чего вырастили. У нас и морковь было, и картофель, и полно. Но одно хранилище. Все культуры в одном хранилище не могут. Хоть у нас и зоны выделены, там и холодильники есть. Но все это в одном не хранится. Мы просто половину урожая просто выкинули. Виктор Зимин поручил правительству найти часть средств на строительство овощехранилища. Кроме того, правительство намерено заняться созданием кооперации, которые бы помогли наладить связь между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Минрегионразвития также предложил учить фермеров, как надо работать с супермаркетами, какие документы требуются и почему важна регулярность поставок. Предложение рациональное. Главное, чтобы делалось не для галочки, считает глава региона. Кто дальше мониторит этих фермеров? Минсельхоз, вы или кто-то другого? Мы такой статистике персональной не вели, регулярно общаемся. Тогда это просто для галочки. Пока сетевики не будут встречаться и учить наших сельхозпереработчиков или производителей, не будет толку. Они никогда не договорятся. Если у вас не будет там посредниками, два министерства, Иван Ильич должен нести свою степень ответственности. Вы свои состыковались, провели эти школы. Она не разложна проходить. По итогам встречи Виктор Зимин всем напомнил, насколько важно сейчас поддерживать отечественного производителя. Бренд продукты Хакаси должен быть на всех прилавках республики. Мониторинг цен пока не выявил серьезных нарушений. Однако власти все время будут на чеку. С ценами не шутить. Вопрос продовольственной безопасности еще раз напомнил о забытой советской традиции – плановости. Перед тем, как усиленно выращивать свое мясо и овощи, республика должна просчитать свои потребности. На основе этих расчетов Виктор Зимин считает нужным сформировать госзаказ, чтобы фермеры Хакаси точно знали, чего и сколько им надо произвести. Ровно неделя осталась до единого дня голосования. В следующее воскресенье пройдут выборы глав районов и депутатов Верховного Совета. Текущая кампания касается 100 тысяч жителей Хакасии. Им предстоит избрать двух депутатов в парламент, а также глав Аскизского, Бейского и Арджиникидзовского районов. И депутатов в районные советы. Как отчитывается в рез избиркоме, к голосованию все практически готово. За исключением ряда участков, где есть проблемы с пожарной безопасностью. К 14 сентября там все должно привести в порядок. Что касается агитационной кампании, то к радости избиркома она проходит спокойно и без черного пиара. Даже в самой горячей точке в Аскизском районе обходится без грубых нарушений. Проходящей избирательной кампании, можно отметить, что минимальное количество обращений, которые поступают в избирательные комиссии, в избирательную комиссию республики обращений не поступало о жалобах, которые требовалось нам рассматривать. Поэтому они были направлены в территориальную избирательную комиссию для рассмотрения. В частности, три обращения у нас было, таких по Бейскому району. Мы его направили в территориальную комиссию Бейского района. То есть обжалования решений Бейской комиссии так же к нам не поступало. А сейчас новости из парламента. Ольга Стельмах готова рассказать о том, много ли денег в республиканской казни, и как депутаты намерены увеличить поток отдыхающих в знаменитой санаторий «Туманный». Сейчас в нем отдыхают в основном жители Кузбасса и других регионов. За первую половину 2014 года Хакасия заработала без малого 10 миллиардов рублей на 40% больше, чем в 2013-м, а потратила практически 12 миллиардов. Депутатам Верховного Совета представили отчет об исполнении республиканского бюджета. Глава Минфина Семен Айошин пояснил, основные затраты на социально-культурную сферу хорошо сработали и на привлечение средств из Москвы. Сегодня республика ждет деньги и на ликвидацию последствий наводнения. Напомним, компенсации жителям Хакасии уже поступили в размере 126 миллионов. Большая часть средств выплачена. Однако восстановление еще требуют объекты муниципальной собственности – подмытые мосты и дамбы. Мы эти пять лет не просто сидели и ждали, мы постоянно восстанавливали все дамбы, наращивали искусственные сооружения, все наши гидротехнические держали. И это удалось нам избежать при наводнении, ну, будем говорить, более тяжких последствий. Депутаты Верховного Совета хотят узаконить альтернативу для жителей Хакасии – забрать бесплатный участок под строительство собственного дома или же объединиться и совместно построить многоэтажку. Причем объединяться будущим собственникам квартир необходимо в так называемый потребительский кооператив и лишь потом уже, как юридическое лицо, получить один надел. Так выгодно каждому из дольщиков. Квадратный метр становится намного дешевле. Подал человек заявление на выделение земельного участка, а потом подал заявление вступления в такой кооператив. Стоит и там, и там. В зависимости от того, где быстрее реализовалось его право, проще говоря, если в кооперативе, допустим, сделали проект, скинулись, в меньшей сумме, опять же повторяю, дом этот построили, и ты стал владельцем конкретной квартиры посредством кооператива. В этом случае тебя органы местного самоуправления вычеркивают из очереди на получение земельного участка под строительство индивидуального дома. Жители Хакасии смогут отдыхать на известном на всю страну курорте. Причем ехать для этого далеко не нужно. Он находится на территории республики в ведении Фонда социального страхования России и работает уже 15 лет. Сегодня здесь проходят лечение и психологическое восстановление. В основном люди, которые получили травмы на производстве. Ежегодно в санатории поправляют здоровье около 7 тысяч человек со всей Сибири. Правда, среди них жители Хакасии лишь единицы. По инициативе главы республики Виктора Михайловича Зимина дана конкретная команда о том, чтобы, во-первых, была разработана целевая программа, в которую как раз и будет включен этот центр для реабилитации для жителей республики. И с 2015 года такая программа должна на территории республики заработать. Главная ценность туманного – естественные подземные источники. Во всем мире их всего четыре. В них слабо минерализированная азотно-радоновая вода. Она обогащена уникальными солями и применяется для лечения многих заболеваний. Целевая программа по плану стартует в Хакасии уже со следующего года. Для этого Верховный Совет вместе с правительством включат необходимые средства при разработке бюджета. Первую лекцию в этом учебном году для студентов ХГУ провел председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев. Спикер парламента рассказал об истории принятия Конституции Хакасии. В мае следующего года основному документу региона исполняется 20 лет. В 95-м году, 25 мая, приняли Конституцию в третьем окончательном чтении. Она была опубликована, в том числе на русском и хакасском языках. И с 22 июня 95-го года она вступила в действие. Конституция Республики принималась в переходный период. Структуры бывшего единого союзного государства разрушены, новые еще не созданы. Четыре года сложной разработки. Проект проходит всенародное обсуждение, после чего новые серьезные поправки больше трехсот. Они позволили учесть основные политические и социальные ожидания населения. Тайга переживает нашествие заготовителей ореха, не все из которых пользуются законными методами сбора, а околачивают кедры огромным молотом. По данным специалистов, после этого дерево погибает за несколько лет. Закон к таким нарушителям не слишком суров. Штраф всего 300 рублей, и то, если человек пойман с поличным. Константин Кравцов вместе с лесниками побывал в Узбюрской тайге и увидел последствия варварского отношения к природе. На данной кедре следы, можно сказать, цивилизации. При заготовке кедрового ореха используют метод околоток. Сколько еще лет проживут эти кедры, лесничий из Узбюра, Людмила Лаврова сказать не может. Однако она уверена, деревья умирают. Целостность коры нарушается, а это прямая дорога для фитофторы, для паразитов, жучков, червячков, в частности, шестизубового короеда. Здесь практически на каждом кедре такая вот болезненная отметина. Конечно, нарушителю за это положено и наказание по закону, протокол и штраф целых 300 рублей. Однако, если учесть, что стоимость одного такого дерева примерно 10 тысяч рублей. Получается преступление и наказание вещи несоизмеримые. Но это в том случае, если человек самовольно спилил кедр. Все по-серьезному. Серьезная колотушка. Искать долго нарушителя не пришлось. Деревянный молот, будто оружие великана. Та самая колотушка. Несколько ударов тяжелой болванкой и вся шишка на земле. Удобно для человека, болезненно для кедра. Вы знаете, что незаконная добыча колодом запрещена. Непосредственно. Вы должны собирать или паданку, или лазить на деревья. Профилактические беседы и небольшой штраф. Единственные рычаги инспектора. Впрочем, даже это возмущает нарушителей. Якобы, собираю, как хочу. Вот это, допустим, моя работа. Вот давай, чтобы тебе долго-долго работать, сохраним эти деревья. Вы, по сути, этим на жизнь зарабатываете? Так я вот так и зарабатываю. Практически, да, деревня этим живет. Ну, а сколько заработают эти шишкари, представить сложно. Место в глухой тайге напоминает целую мини-фабрику. Вот запасенные мешки с орехом, а вот горы отходов. Все потому, что собирать кедровое богатство в каких угодно объемах закон не запрещает. Это, видимо, к трактору у них приспособлено. Там барабан, шишку размалывает. Потом это все через сито. Где у них сито? Вот, видите, вот сверху. По сути, масштаб промышленный. Промышленный, да. Эта женщина явно не прочь настоящая на ногах местная работница. Конечно, гигантский молот колотушку она нам не показала, но дала понять. Кажется, не ведая того, он есть. А скажите, а чем тут занимаетесь? С узкой колоем. Много наколотили? Много. Сколько именно кедра подверглись такому контакту с человеком в узбюрском лесничестве, сказать нереально. Скорее, каждое дерево, площадь более чем в 120 тысяч гектаров, несколько лесников и инспекторов просто физически не обойдут. А судя по стоянкам и количеству шелухи от шишки, людей в тайге едва ли не столько же, как зверей. Человек может быть не только угрозой для природы, но и ее защитником. В четверг Хакасский заповедник открыл визит в центр Аглахты на берегу Красноярского водохранилища. Культовая гора Аглахтах известна в мире науки тем, что рядом с ней был обнаружен уникальный могильник. Еще в начале 20 века ученые нашли там мумифицированные захоронения с масками, меховую и шелковую одежду и другие археологические ценности. Кроме того, на горе находятся крупнейшие в Сибири собрания наскальных рисунков, часть которых сохранилась даже после затопления Енисеем. Существуют разные версии о происхождении названия Аглахты. По одной из них раньше через гору проходило много косоль, а Аглах означает «детеныш косоли». По другой название означает «священная почитаемая гора», где местные жители проводили обряды. Поэтому ископление петроглифов там не случайно. Некоторым рисункам не одна тысяча лет. И вот теперь это богатство могут увидеть все желающие. Итак, что теперь ждет туристов с открытием визит-центра в одном из красивейших мест Хакасии? Смотрите в следующем материале. Горная гряда Аглахты расположена на границе Усть-Абаканского и Багратского районов. Места здесь уникальные – степь, скалы, река. Люди облюбовали эти места давно и оставили на скалах свои рисунки. Но до последнего времени ими могли любоваться сотрудники заповедника или археологи. Территория была закрыта для посещений. Сейчас здесь созданы все условия для эколого-просветительского туризма. Именно на этом участке сконцентрировано наибольшее количество объектов наскального искусства, археологии и культуры. Несмотря на то, что мы природный заповедник, поэтому третий тематический визит-центр решили посвятить именно объектам культуры и истории. Открытие визит-центра приурочили к 15-летнему юбилею заповедника Хакасский. Глава республики Виктор Зимин вручил сотрудникам заповедника государственные награды и стал первым посетителем нового центра туризма. Все выставочные стенды выполнены с применением современных технологий. Интерактивная карта заселения территории Хакассии, копии наскальных рисунков, фигура воина Таштекской эпохи, модель археологического памятника. Все наглядно, броско, информативно. Всю жизнь, прожив в республике, начинаешь понимать, что ты ее плохо опять знаешь. Они такое, ну как будто тебе кругозор на все вещи расширяет. Я очень хотел посоветовать всем жителям побывать здесь, посмотреть на нашу великую культуру, на жизнь нашу. Чуть-чуть с другой точки, какие мы есть, красивые оказывается, познавательные. Любой возраст. И малышку можно привезти, и взрослый человек. Я бы очень хотел, конечно, чтобы наше учреждение, особенно учреждение Министерства образования, организовало сюда туры ребятишек наших. Комплекс Аглахты обошелся в 20 миллионов рублей. Средства федеральные. На конкурс было прислано полторы сотни заявок. Проект из Хакассии вошел в число победителей. Изюминкой нового туристического комплекса стала экологическая тропа к Петроглифам, которая расположена на скалах на высоте около 400 метров. Самая длинная лестница в Хакассии. Подъем по ней занимает в среднем 25 минут. 965 ступеней надо преодолеть, чтобы увидеть самую большую в Сибири галерею наскального рисунка. На скалах выбиты фигурки людей, оленей, лошадей, сцены охоты. Всего 2000 рисунков. Самому древнему 6000 лет. Это знаменитая Аглахтинская писаница. Сейчас с древним искусством может познакомиться любой. Специалисты визит центра планируют, что в год они смогут принимать до 3000 туристов. Больше нельзя. Все-таки территория заповедная. Виктор Лушников, Антон Новожилов. Вести Хакассия. События недели. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Всего вам самого доброго и до следующей встречи.